Музыка Торжественная и тревожная пронзительная музыка о войне. Сегодняшняя встреча не оставила равнодушным никого. Война коснулась каждого жителя Бурятии. 40 тысяч человек погибли на фронтах. Многие получили тяжелые ранения. Сейчас в республике живы 14 тысяч ветеранов, в том числе дружинка в тылу. Жители республики бережно хранят память о рабочих колхозниках, ученых, инженерах, конструкторах, которые самоотверженным трудом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырье. За создание могучего оружия в тылу. Когда мужчины уходили на фронт, на их место вставали подростки и женщины. Документы свидетельствуют. Они выдавали 200-300 процентов к плану. Будучи школьницей, помогала колхозу Жибзыма Дагбаева. Дети трудились во время войны, не покладая рук. Но тогда в молодости все казалось простым, скромно признается ветеран. И сейчас так же скромно, вместо того, чтобы принимать поздравления, сама благодарить молодых. Конечно, желаю всем подрастающим поколениям молодежи, чтобы были здоровыми, верными в родине, служили хорошо. Дай Бог им здоровья. Большое спасибо нам, ветеранам, помогают. Очень мы благодарны. Со сцены выступили также исполняющие обязанности председатель народного хурала, председатель Совета ветеранов Бурятии, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Бобровский и мэр столицы Бурятии. Дорогие наши ветераны, мы перед вами в неоплатном долгу. Примите самую искреннюю благодарность за ратный подвиг, за тяжелый труд на благо страны, за вашу силу и верность родине. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы близких. Торжественное собрание закончилось концертом. В эти дни по всей республике пройдут еще сотни праздничных мероприятий. Евгения Панарина, Виктор Еланцев. Новости дня. АПЛОДИСМЕНТЫ